О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил каждый четвертый родитель. Сервису по поиску работы Superjob родители рассказывали о планах своих детей на летние каникулы. В опросе принимали участие родители школьников от 14 до 17 лет из всех округов страны. 25% родителей сообщили, что на предстоящих летних каникулах их дети планируют подрабатывать. Это максимальный показатель за три года. Например, в прошлом году о подработках детей рассказывали только 19% родителей. Наша съемочная группа решила выяснить у горожан, что они думают по этому поводу. Зачем подросткам и молодым людям нужно трудиться, и зачем им нужны деньги, и какие профессии для этого выбирает молодежь. В Твери днем на Трехсвятской нашей съемочной группе были замечены весьма интересные персонажи. Первым оказался молодой человек, чья работа – развлекать людей. Я образ ангела, то бишь и ангелом подрабатываю, и амурчиком. Я предоставляю фотоуслуги. Расценки нас не интересовали, а вот для чего нужны деньги молодому человеку, мы все-таки спросили. Чтобы на жизнь хватило, и на свои расходы. Я тем более сюда приехал, из другого города, сам снимаю квартиру, чтобы на проживание, и на одежду, и на пропитание, что у меня было, и на всякие разные расходы. Своим опытом подработки поделился еще один аниматор. Он руководствуется распространенной пословицей. От работы кони дохнут, а люди крепнут. И уверен, что начинать свою деятельность нужно как можно раньше. С 13 лет тружусь. Я с 13 лет работал на автомойках, керхером, машиной моего. Поэтому я не знаю. Если человек с детства не умеет работать, это значит, что он никогда и не научится. Оператор колл-центра, промоутер, курьер, официант. Наиболее популярные подработки у молодых людей от 14 до 17 лет. Полученные своим честным трудом деньги, они предпочитают копить на свои потребности. Денежку на что-то классное, наверное. Иметь, помогать родителям как минимум, как максимум, оставлять их себе. И в принципе хорошо, чтобы было лишнее денежка на всякий случай. Если какая-нибудь внеплановая произойдет штука, как нехватка денег. Студентки колледжа косплееры, то есть те, кто перевоплощается в образы героев аниме, тоже планируют летом ударно поработать. Эту идею хорошо поддерживают и другие респонденты. Во-первых, это финансовая независимость, потому что постоянно просить денег, пока ты школьник или студент, кому-то неудобно, кому-то не нравится. А кто-то просто хочет уже сам себя финансово обеспечить, на что-то накопить. Получается, чтобы дома помогали, допустим, где-то, если хозяйство есть, то по хозяйству, может быть, где-то. А насчет подработки, ну, в 15-16 лет тут сын у меня работал, как бы, то есть, ну, временно, как бы, неофициально где-нибудь. Кем работал? Собирал пакетики в вазоне-то. В школьных времен не уверена, а в студенческие годы, я думаю, полезны. Это реальный опыт. А вот нет. И желательно, если они будут подрабатывать, как бы, там, где они, ну, в сфере учебы. Ну, труд он облагораживает. Ну, и все, достаточно. В ходе опроса стало понятно, что в Твери живут люди, которые хорошо знают, что труд не только облагораживает, но и приносят различные блага, которые просто так никогда и никому не достаются.